Какой же дом построить? Каркасный, модульный, из бруса или, может быть, из газоблоков и всей вот этой каменной темы? Меня зовут Александр Афанасьев, я являюсь владельцем загородной небольшой базы отдыха, и в этом выпуске я вам хочу рассказать, что лучше выбрать из дома для того, чтобы его построить на участке и сдавать как можно быстрее, как можно дешевле, но при этом не потерять в качестве. Заранее скажу, что в ссылочках указана моя группа в телеграм-канале, вы можете туда подписаться, там более быстро выходят какие-то новости, опросы, интересные темы, и там косяки бывают по дому, какие-то возникают, все пишу там, поэтому жду вас в подписках, и, конечно, не забывайте писать там комментарии, общаться, всегда всем отвечу. А мы начинаем этот выпуск, погнали! Рассказывать в этом выпуске я буду исключительно со стороны владельца базы отдыха, я не буду вдаваться очень сильно в технические какие-то подробности, потому что я не строитель и досконально не смогу сказать, но именно со стороны владения таким домом, трудозатрат, денег и его окупаемости, и именно об этом я постараюсь вам сегодня рассказать. Значит, начнем с самого первого дома, это каркасник. Значит, это самый популярный дом, он очень быстро строится, буквально за 20-30 дней можно построить какой-нибудь дом 6х6, 6х8, возможно, даже двухэтажный. Но из минусов, это, конечно, у вас должна быть хорошая бригада, которая вам хорошо, четенько натянет пленку, подобрать утеплитель, который будет желательно 200 миллиметров, а они дорожают, как всегда, ну, у нас все дорожает. Вот. Материал можно использовать сухую строганную доску, что будет огромным плюсом. Но есть строители, которые утверждают, что можно строить из сырой доски, таким образом получится очень сильно удешевить весь проект, но в будущем это может пострадать. То есть его надо как-то просушивать, смотреть вот все правильные технологии его постройки и использования. Также из минусов, там надо досконально смотреть, то есть у меня вот есть дом, но мы не ставили дополнительно гипрок, из-за этого шумоизоляция такого дома, она остается, к сожалению, не очень. То есть если включить обычную колонку Яндекс.Станция, то на улице вы тоже будете ее слышать. Да, это является определенным минусом, но также и цена. Не забываем про стоимость каркасного строения, оно довольно дешевое. Также для него можно использовать винтовые сваи, либо железобетонные забивные. Это очень сильно экономит весь процесс строительства. Но долговечность таких домов одна из самых низких. По-хорошему, они и сто лет могут простоять, но лет через 10-15 уже, как мне все говорят, придется что-то ремонтировать, смотреть, доделывать, особенно если заведется плесень, это все. Из дома ее не вывезти, это прям, ну, катастрофа, скажем так. Поэтому у него дешевая цена, есть проблемы при строительстве, то есть надо, чтобы были хорошие рабочие, и у него недолгий срок службы. Это каркасники, но он является самым популярным для строительства, потому что цена, нам как предпринимателям важна низкая стоимость, хорошее качество, ну, чтобы он стоял, да, он в любом случае будет стоять, и быстрая окупаемость. Поэтому 90% всего, что построено, это сделано из каркасника. Каркасника. Модульный дом. Что это вообще за диковинка? Так, я натыкался очень много в интернете на разные объявления, что вот мы делаем модульный дом, делают из контейнеров, делают просто на заводе, собирают разными модулями, привозят и уже устанавливают. Из плюсов это тоже быстрая установка, потому что порядка 30 дней это все занимает, и на участке за один день все собрали. При этом даже быстрее получается, чем каркасный дом, потому что электрику, сантехнику они закладывают уже туда заранее. Но из минусов я, конечно, смотрел, как делают эти дома. Утеплитель это обычная самая простая вата, которая долго у вас не прослужит, максимально быстро будет оседать, что нам не подходит. Поэтому, если вы вдруг решите у кого-то заказывать, обязательно проверяйте качество материалов. Также то, что я увидел, если 6 на 6 домики еще собрать по такой технологии не большая проблема, то вот более большие, на мой взгляд, это сложно, потому что я присутствовал при строительстве бани, я присутствовал при строительстве своего дома, и везде ставят поперечины обязательно на всех четырех сторонах. Это вот идут у вас основные модули для поддержки и поперечины, чтобы держать от боковых ветровых нагрузок. Была защита. Так вот, в данной технологии модульной ее может не быть. А если она есть, то она может вредить всему виду. Также из минусов, что цена этого модульного строения будет такая же, как и обычного каркасника, просто чуть быстрее. Даже, возможно, сейчас будет дороже, потому что кто-то предлагает подобные дома, там стартуя от 2-3 миллионов. Каркасник вы соберете гораздо дешевле. Вот. Также электрика и сантехника будут прокинуты самые простые, потому что это уже зашивается заранее. И если вы что-то не подготовили, не продумали, то это будет огромная проблема потом ее доделать. Она зашивается внутри, снаружи ее не видно. И из-за этого переделки невозможны. То есть вы заранее должны понять, где вы что хотите ставить и заказывать отдельную электрику. По электрике тоже будет скоро, через сколько-то видео выпуск, вот в котором я больше расскажу, какую лучше использовать и что для безопасности можно ставить. Модульные дома. В общем-то это просто, но цена такая же плюс-минус, как у каркасника, может быть даже дороже. Ну и надо, естественно, разбираться. В идеале вообще надо ездить на производство и смотреть, что они туда закладывают. Потому что одно дело, каркасник строится, вы там можете присутствовать на всех этапах, другое дело здесь, это собирается на заводе. Не знаю, пустят вас вообще туда или нет. Либо какой-то фотоотчет просить, но в общем можно прогадать и вас могут надурить недобросовестные производители. Идем дальше. Третье, это из чего популярно строить, но уже гораздо меньше, это брус и клееный брус или клееный брус. Я так и не понял, как правильно говорится. Если вдруг знаете, поправьте меня в комментариях. Так вот, недавно я просил расчет мне домика 6х6 из бруса клееного и обычного. Значит, какие цены мне прислали? Если обычный, это все цены по закупке, ну, по связям, это все цены только за материал, еще без учета доставки, без учета сборки. То есть, дом 6х6 из обычного бруса обойдется в 930 тысяч. Из клееного бруса он будет стоить уже где-то в районе 1,4 миллиона. Добавляем сюда доставку, добавляем сюда работы, то есть, минимум миллиона полтора-два. Это точно надо готовить. Затем его шлифуют и красят. Из плюсов данной технологии. А, забыл добавить, что это брус 200х200. Я смотрел, чтобы он был очень теплый и в зимний период можно было экономить на его отоплении. То есть, все, что там 100 на 100, 150, это все просто отвратительно. Опять же, повторюсь, для регионов Санкт-Петербурга и Москвы, вот, и где такие же морозы. Это будет значительно дешевле стоит, но брус 200х200 это та минималка, которая рекомендуется к строительству. Так вот, из, значит, плюсов это то, что он очень теплый и то, что это сразу вам собрали, это у вас как фасад, это как наружная отделка, внутренняя отделка. Вам останется только поставить окна и также заняться полностью ремонтом пола, электрики, сантехники. Из минусов, то, что обычный брус дорого и дает усадку, то есть, вам надо будет еще год либо ждать, чтобы он уселся, либо переплачивать за клеенный брус и тот там тоже будет по чуть-чуть гулять. Сам пока с этой технологией не работал, поэтому чисто информация из интернета. Вот ожидание примерно год. Это самый наилучший срок, чтобы оно осело и то все равно будет чуть-чуть гулять. И клееный брус, в чем же его отличие, почему он дороже? Он состоит из нескольких брусов, которые склеены между собой и за счет этого он не дает такие большие изгибы, когда идут морозы, когда идет потепление. Поэтому, если уж делать хорошо и качественно, чтобы не было проблем, то лучше переплатить за клееный брус. Хотя и с ним тут мне подсказали, что где стоят окна, стоят двери, что там тоже, возможно, каждый год придется менять утепление, потому что оно будет ходить и может выйти. Также из минусов это вся электрика будет наружная, но ее можно опять же грамотно обыграть. Если будете заливать пол, то электрику в поле пропустить либо за натяжным потолком, но тогда теряется весь смысл загорода, потому что люди ездят, чтобы в доме посидеть загородным, не в бетонном. Все максимально удалено от города, от того, что напоминает город. Поэтому вот технология интересная, стоять будет очень долго, там 100 лет это минимум, что стоят брусы. То есть, если вы прям рассчитываете на долгой срок, еще и своим детям, правнукам потом этот бизнес передать, то это будет очень отличное, хорошее решение, но цены уже кусаются. И переходим к самому последнему, это дома из газобетона, кирпича и все к этому прилагающееся по разным технологиям. Есть какие-то там мегаутепленные кирпичи и еще что-то. Не вдавался по одной простой причине. Это охренеть насколько дорого. Потому что для этой технологии нужно обязательно заливать плиту, чтобы это было долговечно и хорошо. Это уже там дом 6х6, ну давайте так, в районе 600-800 тысяч это может стоить. Уже как половина каркасника. Затем сами материалы очень дорогие и процесс строительства идет долго. Затем мы должны завести тонны штукатурки, чтобы выровнять все стены. Потом мы должны либо переплачивать за толстый газоблок, который 400 миллиметров утепленный идет, либо утеплителем это все обкладывать. Потом мы должны фасад покупать. Это тоже очень дорого, там минимум 1500 надо будет готовить для того, чтобы фасад обклеить просто вот чем-то простеньким. Ну и конечно внутрянка, на внутрянку понадобится в разы больше денег электрику штробить сложнее, дороже, сантехнику штробить сложнее, дороже будет, поэтому надо продумать будет заранее, где там как кухню хотите размещать. Ну вот, из плюсов то, что это здание будет, можно сказать, стоять вечно. На наш век и на еще века вперед его хватит. Это газобетон. Все. Но вопрос, нужно ли это настолько долго. Если вы, конечно, планируете один дом поставить и его сдавать, а потом переехать может быть самим, это будет отличный вариант. Но если вы хотите это рассматривать как бизнес, то это будет у вас очень долго окупаться. И если мы, конечно, будем загадывать на далеко вперед, то, что там через 10-20 лет цены вырастут и этот дом начнет быстрее окупаться, то ну можно, можно об этом подумать, но он все равно будет напоминать квартиру. И вы должны располагать огромными финансами, просто огроменными. И тут надо подумать, что интереснее ставить дом в 2-3 раза дороже из газоблоков и дольше которые будут собирать. Либо поставить каркасник, который собрали быстро, вы его сразу уже запустили в сдачу и лет через 10 он у вас также стоит, немножечко надеюсь, немножко ремонта сделать, если вы хорошие материалы выберете, и уже начинаете зарабатывать и окупать, потому что по стоимости сдачи плюс-минус она будет одинаково. что будет через 10-20-30 лет это тоже неизвестно, может быть рынок весь поменяется, может быть он вырастет, станет больше. Арендовать будут всегда, но вопрос в том сколько дней в месяц это будут арендовать. Надеюсь это видео вам понравилось, не забываем поставить лайк, подписаться на канал и до скорых встреч!